Пропустить автомобиль на дороге дело благородное, тем более, если вас там сделать обязывает знак. Но бывают ситуации, в которых верное решение пропустить или нет, не всегда очевидно. Об одной из таких поговорим далее. На дороге в непонятной ситуации водители иногда договариваются между собой прямо на ходу. Кто посигналит, кто фарами моргнет, а кто и словами из окна машины пытается донести свою мысль. Но такой язык общения не всегда работает. Поэтому одну из необычных ситуаций лучше разберем по правилам. На схеме мы видим, что водитель транспортного средства А, двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке, намеревается выполнить поворот налево. Водитель транспортного средства Б, двигаясь по главной дороге, тоже намеревается выполнить поворот налево. И теперь внимание вопрос. Может ли водитель транспортного средства А въехать на перекресток для выполнения маневра? В ВКонтакте в группе телешоу «Доброе утро. Город» будет создан опрос, посвященный данному вопросу. Среди правильно ответивших мы в случайном порядке выберем победителя, который получит приз от автошколы «Автолайф». Световозвращающий жилет, аптечку, знак аварийной остановки или огнетушитель. И теперь ответ на вопрос, который мы задавали на прошлой неделе. Если на перекрестке не работают светофоры и отсутствуют знаки приоритета, перекресток считается равнозначным, и водители обязаны двигаться по правилу помехи справа. Однако трамвай в подобных случаях всегда имеет преимущество. Подведем итоги. Возитель транспортного средства «А» обязан уступить дорогу обоим транспортным средствам. А вот и наш победитель. Поздравляем! Но важно помнить, что в случае аварии закон будет смотреть строго по указаниям знаков разметки и прочих атрибутов регулирования дорожного движения. Поэтому будьте внимательны, даже если вам показалось, что вас пропускают ни гвоздян, ни жезлован.